Мечтали об идеально выглаженной рубашке, а в итоге получили прожженную вещь? Сегодня расскажем, как избежать таких сюрпризов и выбрать качественный утюг для дома. Есть классические утюги для сухой глажки, дорожные модели, парогенераторы. Но самыми распространенными и удобными в быту считаются утюги с паром. Утюг имеет отпаривание, брызгание, спрей, как мы называем. Также имеет регулировку температуры и регулировку количества пара. Те, которые идут с большим количеством функций, к ним уже добавляться может, к примеру, вертикальное отпаривание, антикапля. Качество глажки зависит от подошвы утюга. Ее делают из разных материалов. Алюминий – самый бюджетный вариант. Быстро нагревается, но и быстро остывает. И его легко поцарапать. Модели из стали тяжелые. Отличаются прочностью и долговечностью. Керамические модели хорошо скользят по одежде, быстро нагреваются и долго остаются теплыми. Она даже бывает двух разновидностей. Тонкая, она, как правило, немножко царапается, если проводить по молниям пуговицам. А более толстый слой керамики, где там, она более устойчива. Обратите внимание на форму подошвы. Узкий носик позволит прогладить сложные участки, манжеты или зоны возле застежек. Проверьте количество отверстий на подошве. От них зависит эффективность отпаривания. Изучите мощность утюга. Это один из главных параметров. Оптимальный вариант для домашних моделей от 1700 до 2500 ватт. Лучше как бы брать с большей мощностью, чтобы быстрее утюг нагревался. И за счет этой большей мощности, когда он нагреется, он, соответственно, быстрее разгладит. Выбирайте модели, в которых шнур вращается на 360 градусов. Так он не будет скручиваться и дольше прослужит. В современных утюгах множество дополнительных функций. Одни из самых полезных – автоматическое отключение, самоочистка от налета и защита от накипи. Помните, что хорошее средство для глажки не может быть маленьким. Средний вес паровой модели – полтора-два килограмма. Качественных покупок!